МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем май и июнь 2021-го. 9 мая мы отметили День Победы. Жители города, представители Думы, администрации Ирфят Свнеев возложили цветы к Вечному огню. Также саровчане смогли увидеть парад военной техники клуба 19-45. Акция «Бессмертный полк» из-за коронавирусных ограничений снова прошла онлайн. На часах без 15.9. Площадка у Вечного огня постепенно заполняется людьми. Сегодня жители города пришли сюда, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот стихают песни о войне. Торжественное возложение открывает лития. После службы подмерные звуки метронома к мемориалу возлагают гирлянду памяти. Вот прозвучали три холостых выстрела, и к Вечному огню с цветами подходят представители администрации Думы Ирфят Свнеев. Салами-гвоздиками к памятнику подходят и саровчане. Но самое замечательное сегодня в этом празднике, что люди, которых никто не организовывал, никто их не призывал приходить к Вечному огню. Сегодня просто огромное количество людей здесь около Вечного огня идут с цветами, с венками, возлагают. Ну, это говорит еще раз о том, что саровчане чтят этот день как день удивительный, необыкновенный и очень памятный. Встретить 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне традиционным шествием бессмертного полка не позволили коронавирусные ограничения. Однако многие саровчане пришли в это утро к мемориалу с фотографиями воевавших родных. Дедушку Татьяны Барышевой призвали на фронт еще в 41-м году. На самом деле мы про деда очень мало знаем, потому что когда он пришел с войны, он мало вообще что рассказывал про эту войну. Мы уже потом, спустя какое-то время, начали искать, где он воевал, какие медали у него были. Вячеслав Воинов на праздник пришел с портретом своего отца Ивана Ерофеевича, который под Волоколамском воевал в гаубичном полку. Был ранен и в госпитале повстречал свою будущую супругу. Попал в стационарный госпиталь в Болтавский край. Там познакомился с мамой. Она работала там медсестрой. А в начале войны служила во фронтовых поездах, которые вдоль фронта подбирали раненых. А потом перешла в стационарный госпиталь. Завершил мероприятие парад военной техники. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Борец за мир, создавший оружие массового поражения. 21 мая в России отметили столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физико-теоретика, академика Ан-СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы. В честь этого события в Сарове открыли памятник великому ученому. Андрей Дмитриевич Сахаров, столетие со дня рождения которого страна отмечает 21 мая, проработал в нашем городе в КБ-11 с 1950 по 1968 год. В этот период он провел фундаментальные исследования в области физики высоких плотностей энергии, достиг больших успехов в оборонной тематике. При непосредственном участии ученого разработана первая советская водородная бомба, известная как Слойка Сахарова, и самая мощная термоядерная бомба Кузькина мать. Его достижения вспоминали на митинге в честь открытия в нашем городе памятника великому ученому. И вот это событие, Сахаровская Слойка, практически поставила точку в создании паритета, в создании оригинального национального оружия нашей страны. Но этим далеко не исчерпывается, а лишь начинается большой список тех дел, того вклада, который внес Андрей Дмитриевич в первую очередь в обороноспособность Советского Союза нашей страны. За свои достижения Андрей Сахаров получил сталинскую и ленинскую премии, трижды звания Героя социалистического труда. С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внес вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. За свою правозащитную деятельность Сахаров подвергался гонениям со стороны государства. Мы знаем, что в январе 1980-го года Верховный Совет лишил его всех государственных советских наград, Совет Министров снялся у него высокие звания лауреата Сталинской и Ленинской премии. Но на всех портретах госкорпорации, на всех наших символах Андрей Дмитриевич изображен с тремя золотыми звездами. Для нас он был, есть и будет трижды герой нашей страны. С инициативой создания в нашем городе памятника академику Сахарова выступил Федеральный ядерный центр ВНЕФ. Предложения поддержали в Российской академии наук, госкорпорации «Русатом» и в муниципалитете. Из нескольких предложенных эскизов выбрали проект Бориса Сергеева. Почетному научному руководителю Руфиадс ВНЕФа Раде Вилькаеву довелось поработать с Андреем Дмитриевичем. И когда шла работа над проектом, Радий Иванович постоянно встречался со скульптором. Обсуждал то, каким должен быть памятник. И в итоге мы видим монумент молодому Сахарову, который сделал огромный вклад в оборонную мощь страны, в воплощение научного подвига и творческого прорыва. Конечно, он против испытаний был многих лишних. Но я помню совершенно определенно, когда мы только-только после Ленинградского университета приехали работать в ВНЕФ, и был совет научно-технический. Я смотрю, это был за 61-й год. Андрей Дмитриевич и Яков Борис Зеленович очень сильно друг другу трясут руки, рады до невозможности. Это им сообщили, что 57-мегатонная бомба отлично сработала. Торжества в честь юбилея академика Сахарова проходят сегодня во многих городах страны. Эта дата – повод еще раз вспомнить его наследие. Поразмышлять над идеями Андрея Дмитриевича, чей гений, мог предвидеть и прогнозировать грядущие события. В 1974 году он написал статью «Мир через полвека». И в этом самом мире мы и находимся сейчас. Читать ее без недоумения, восхищения, удивления просто невозможно. То есть там есть интернет, там есть и мобильные телефоны. Да, собственно, все, что мы сейчас видим вокруг себя, Сахаров уже тогда предвидел. Что это? Провидение, гениальность, безусловно, и то, и другое. Но это еще просто фантастически, математически, как угодно, совершенно выстроенный мозг. На торжественный митинг пришли не только руководители города, представители ВНИФ и высокие гости. Почтить память ученого собрались ветераны ядерного центра и те, кто сейчас работает с наследием Сахарова, укрепляя ядерный щит нашей страны. Еще долго после открытия памятника не иссякал поток саровчан, желающих возложить красные гвоздики к монументу Андрею Дмитриевичу и отдать дань уважения великому ученому. Внимание всего мира в наши дни приковано к людям в белых халатах. Врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, студенты медвузов. Рискуя своим здоровьем и жизнями, они каждый день выходят на борьбу с пандемией. День медицинского работника, который ежегодно отмечают в нашей стране в 3 воскресенье июня, еще один повод выразить благодарность за их нелегкий труд. Уже полтора года в мире бушует ковид. Все это время медики работают на пределе сил, вытаскивая практически с того света тяжелых больных и контролируя состояние тех, кто лечится на дому. Не оставляют они и своих обычных плановых пациентов. И в это непростое время люди осознали, что труд медиков – благородное и героическое дело. Это люди, которые сердцем чувствуют боль и страдания других и всегда готовы прийти на помощь. Свой профессиональный праздник саровские медики встретили на работе. Из-за коронавируса большого торжества не получилось. На территории Маслихи прошла камерная церемония, на которой чествовали тех специалистов, чьи фотографии в этом году украсили доску почета работников КБ-50. К людям в белых халатах вновь стали относиться, ну, если не как к богам, то как минимум к людям, способным совершать чудеса. Очень обидно, что это понимание, это признание вернулось только благодаря пандемии. Враг еще не побежден, борьба у нас продолжается, и ситуация опять требует нашей с вами жертвенности. На доске почета в этом году фотографии 24 сотрудников клинической больницы номер 50. Здесь врачи, фельдшеры, медицинские сестры, начальник службы обеспечения, биолог, рентгент-лаборант, няня и водитель скорой помощи. Поздравить их пришли представители администрации ядерного центра. И хотелось бы в этот день пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья, вам, вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Вы единственная преграда между жителями города и распространяющейся коронавирусной инфекцией. Благодаря вам, уважаемые коллеги, не допустили снижения нашей производительности. Благодаря вам мы работали в полном объеме, выполняли те важные государственные задачи, которые ставились перед нашим предприятием. Огромная вам благодарность за ваш труд. Примите самые искренние, такие теплые поздравления от руководителей Российского федерального ядерного центра, от нашего трудового коллектива. После небольшой передышки медики вновь надевают сизо и идут в красные зоны. За их спинами родные и близкие, пожилые родители, маленькие дети. Тем не менее, все понимают, что кроме них это не сделает никто. Большую помощь медикам с начала пандемии оказал Федеральный ядерный центр. Только вот наш институт, более 80 миллионов рублей в целом за 2020 год был потрачен. Ну и плюс примерно такая же сумма на технологическое оборудование было выделено Государственной корпорацией Росатом. Здесь также вот из этих средств, там где-то порядка 23,5 миллиона долларов потрачено персональную поддержку наших, так сказать, медиков, особо отличившихся. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всем медицинским работникам нашего города крепкого здоровья, благополучия и скорейшего окончания пандемии. Стадион Икар в 2021 году вновь стал центральной площадкой празднования Дня России. Саровчане смогли поучаствовать в фестивале 90 лет ГТО и марафоне поколения ЗОЖ, а также различных соревнованиях, играх и викторинах. Спортивное лето. На празднике ко Дню России стартовал первый городской молодежный мегапроект «Генератор ЗОЖ». Под эгидой марафона на протяжении трех летних месяцев в Сарове будут проходить спортивные мероприятия. Марафон открывал актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер и общественный деятель Олег Токтаров. Зимой лес полный лыжников. Летом не каждый поле заняты футболистами. Я сейчас только прибежал с футболом, мы начали играть почти с 8 утра. У меня очень хоро, вчера жил в таком городе, и что мне, наверное, честь открыть марафон «Генератор ЗОЖ». А не для него открыты. На открытии выступили воспитанницы студии эстрадного и народного танца «Задоринки». Сразу после торжественной церемонии на стадионе Икар стартовали соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шашкам и шахматам. Сам я в шахматы начал играть еще со школы. У нас было в Дворце творчества школьников, в ДТШ, в Дворце пионеров, была секция по шахматам, куда я ходил, занимался. Вот с тех пор и на сегодняшний день я также играю в шахматы. Также на стадионе в рамках марафона прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и семейных команд. Посвящен он знаковой юбилейной дате – 90-летию комплекса ГТО. На церемонии открытия также вручали золотые знаки ГТО. Коронавирусные ограничения есть, это максимальное количество участников по мероприятию до 300 человек, плюс соревнования должны проходить на открытом воздухе, ну и также термометрия, санитайзеры и все вот эти ограничения, которые есть. В другой части комплекса проходило соревнование «Многоборье начальная военная подготовка», в котором участвовали пять команд. В каждой команде было 5-7 человек. Для ребят приготовили 8 этапов – лазерный тир, сборка-разборка автомата, пожарная эстафета, которую помогали организовать сотрудники МЧС России. Кстати, насчет ударе обезболивающей. Ты знаешь, какие препараты у нее аллергии? А вдруг у нее аллергии? А вдруг она не знает? Поисково-спасательный отряд «Волонтер» организовал сразу два этапа для участников «Многоборья». Это оказание первой медицинской помощи и топография. Разумеется, лазерный тир был очень интересным. Все-таки пострелять удается не каждому, не всегда. С нетерпением жду пожарную эстафету. Все-таки давно не пробовала, хочется. И химзащита тоже. У гостей праздника была возможность посидеть за рулем пожарной машины. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Таким нам запомнились май и июнь ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в YouTube. Также все новости ищите в группах, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были июль и август 2021-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова